Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Генпрокуратура вернула арестованное имущество уголовникам Рыскалиевым. Бандиты угрозами и шантажом прижали Назарбаева к стенке. Электронная база врагов народа и преступников в погонах. Все вместе соберем досье на каждого, кто подлежит люстрации после смены режима. Субботаж в пятницу. Власть пытается нам помешать, блокируя улицы. Приходите сегодня с друзьями и проявите свою индивидуальность во всех красках. Мировое сообщество регулярно обвиняет режим Назарбаева в нарушении прав человека и политических репрессиях. Стараясь обелить свой имидж, власти решили отменить исполнение приговоров сразу нескольким высокопоставленным чиновникам, осужденным за тяжкие преступления. Поддержка власти распространяется только на их подельников, участвующих в преступлениях против народа. Генпрокуратура подала протест на приговор по делу бывшего Акима от Ираусской области Бергея Рыскалиева, его родственников и сообщников. Они осуждены на длительные сроки за взятки, хищение и создание преступных группировок. Следствие выяснило, что уже после возбуждения уголовных дел Рыскалиеву удалось вывести за границу более 500 миллионов долларов. Сколько им было похищено за время руководства областью с 2006 по 2012 год, можно только гадать. По приговору суда у Рыскалиева, его брата и их сообщников были конфискованы огромные средства, арестованы деньги на десятках банковских счетов за границей. Среди них 68 земельных участков, 116 объектов в виде административных зданий, жилых домов, офисов, квартир, 197 транспортных средств, 19 долей участия в коммерческих организациях, 145 единиц различного оборудования, 11 банковских счетов на общую сумму, 1 миллиард 100 миллионов тенге. Однако теперь генпрокуратура решила, что все это имущество у Рыскалиева и его сообщников отобрали незаконно и постановила все вернуть. Они на протяжении более чем 10 лет являлись хозяевами Мангистаусского региона, контролируя добычу и переработку нефти. Известно, что именно Рыскалиев со своими боевиками организовал провокации в Жанаозене. Именно эти провокации дали власти формальный повод открыть огонь по мирным митингующим нефтяникам. Еще прошлой осенью бывший глава ОСДП и журналист Ермурад Бапи на пресс-конференции рассказал удивительную историю о том, как братья Рыскалиевы умудрились взять в заложники самого Нурсултана Назарбаева. В сентябре 2019 года Назарбаев находился в Лондоне с частным визитом и жил в доме миллиардера Владимира Кима. Тогда братья Рыскалиевы смогли его заблокировать с помощью 200 своих наемных бандитов. Рыскалиевы выдвинули Назарбаеву ультиматум вернуть конфискованные у них богатства. Их гарантией был некий компромат на младшую жену Назарбаева. Ну я, Александр, видел, Бергей мне показывал видео, где они окружили вот этот 200 человек или так, сколько я не знаю, молодую жену Назарбаева. Она бедная, плачет. Она там говорит, я самая несчастная женщина в мире. Вы простите меня, я в любой момент, постназарбаевский период приду к вам. Весь из Казахстана мне негде жить. Мне жалко стало этой женщины. Она невинная. Она действительно... И что они хотели? Ну хотели они, поставили условия. Они хотели как? Они засняли. 40 минут, 40 минут снимали. 40 минут. И поставили условия. Или выполняешь наши условия, или этот ролик пойдет в еду. Теперь старик вынужден выполнять данные тогда обещания. Назарбаев иногда может проявлять великодушие к своим подчиненным, прощать мелкие грехи. Так без лишнего шума досрочно был освобожден бывший замруководитель администрации президента Баглан Майлыбаев. В 2017 году его приговорили к пяти годам колонии по делу о разглашении государственных секретов. Его дело слушалось в закрытом режиме и никаких подробностей неизвестно. Такая доброта режима не коснулась политических активистов, отбывающих наказание только за слова критики власти и поддержку ДВК. 5 июня Капшагайский городской суд отказал заключенному активисту Осету Абишеву в условно-досрочном освобождении. Вы вину свою признаете? Нет, абсолютно. Это не является экстремизмом. Вы считаете, что суд прошел справедливо и объективно? Нет, не справедливо, не объективно. Я могу сказать, что Конституция у нас не работает, демократия, о которой нас у нас заявляют во всем мире, ее просто нет. Та же прокуратура, которая проявила такое сострадание к уголовнику Рыскалееву, категорически против досрочного освобождения активиста Кинжибека Абишева. Его осудили по скандальному делу джихадистов, открыто сфабрикованному следователем Ержановой. Режим наглядно демонстрирует, что не считает бандитов и уголовников опасными. Но люди, выступающие против диктатуры и коррупции, это ночной кошмар для преступников в верхушке власти. Активисты Казахстана научились фиксировать нарушения своих прав, преступления режима против патриотов страны. Следующий шаг – это собрать базу преступников, чтобы в будущем привести их к ответственности. В первую очередь мы должны собрать именно тех, кто цинично фабрикует дела, кто развязывает руки убийцам и садистам в погонах. Мы должны продемонстрировать преступникам, что они не останутся безнаказанными. Мы спросим за каждую жизнь, за каждое преступление. Авторитарный режим бесчинствует в Казахстане. Что делать, если живешь в несправедливом государстве, в котором суд игнорирует законы? Куда обращаться, если тебя убивает полиция? Кого звать на помощь, если полиция убивает? Продажные следователи наполняют ложью досье на гражданских активистов. С их помощью фабрикуют уголовные дела, а продажные судьи осуждают невиновных. И что делать, когда стражи закона творят беззаконие? Молчать или все-таки что-то можно предпринять? Теперь мы, граждане, будем вместе заполнять подробные досье на предателей народа. Сайт «Энэмира» предлагает метод публичного воздействия на негодяев по ту сторону закона. От взора общественности не скрыться. Само существование такой базы наводит ужас на госслужащих и политиков. Здесь люди фиксируют их невыполненные обещания. Полицейские, превышающие свои полномочия, больше всего боятся публичности. В базе фиксируются их персональные данные, страницы в соцсетях и их преступления. Здесь каждый может анонимно размещать информацию о продажных судьях и полицейских, обозначить агентов КНБ и провокаторов. Благодаря этой базе легко будет проводить люстрацию и наказать виновных в преследованиях. В базе уже есть досье на замначальника полиции Астаны Малыбаева. Он организовывает незаконные задержания мирных митингующих. Именно он ответственен за насильственное подавление материнских протестов. Также есть его коллега, генерал-майор Кудибаев, ответственный за преследование и пытки активистов в Алматы. Его подчиненная следователь Толгана Ержанова ответственна за фальсификацию уголовных дел против матерей. Она же подделывала доказательства по делу Алмата Жумагулова и Кинжибека Абишева, незаконно обвиненных в подготовке террористического акта. Эти трое, как и многие другие фигуранты сайта, кандидаты на люстрацию после смены режима. Вам понятно ваши права? Все, можете забрать. Эти оборотни в погонах нарушают закон при помощи сети агентов в штатском. Сюда можно заносить провокаторов, информаторов, стукачей и агентов режима. Среди них Ренат Кибраев. Его ложные показания использовались в деле против Макса Бакаева после земельных митингов. Таких людей везде будет сопровождать общественное порицание. Теперь народ знает своих предателей в лицо. Сайт защищен от судебного преследования любых стран. Его настоящий IP-адрес засекречен. Сайт Энемира ежедневно просматривают около 10 тысяч пользователей. А выложенные там досье используются редакциями Азатык, Клооп, Кактус и активистами, участвовавшими в организации митингов «Реакция». Будьте открыты и вооружены информацией. Сайт Энемира поможет вам в этом. Враги гражданского общества больше всего боятся публичности и гласности. Пока вы просто смотрите, в комментариях кипят обсуждения новостей. Поделитесь своим мнением и вы. Подробнее читайте на наших страницах в соцсетях. Первый общеказахстанский субботаж принес властям много переживаний. Люди, которые просто гуляют и проявляют сплоченность, стремятся к единству, пугают режим сильнее всего. Власти Казахстана пошли на радикальные меры. В выходные дни практически по всей стране будут усилены ограничительные меры. Мы прогуляемся в пятницу вечером. Правила те же. Хорошее настроение, яркая одежда, музыка, песни, танцы с друзьями и единомышленниками. Будьте в тренде, несите позитив, ведь скоро смена режима. 13 июня люди по всему Казахстану вышли и показали. Мы умеем веселиться, гулять и петь песни. Встречаться с друзьями и хорошо проводить время. На субботаж вышли Астана, Алматы, Семей, Шимкент, Усть-Каменогорск. На этой неделе власть испугалась нового субботажа. Поручаю ввести следующие дополнительные ограничительные меры, предстоящие выходные 20-21 июня. По городам Нурсултана, Алматы, Хараванда, Шимкент, Павлодар и Кибастуз. Под предлогом дезинфекции общественный транспорт Астаны в выходные дни работать не будет. Режим показал, как его пугают свободные, веселые люди. Теперь суббота и воскресенье под запретом. Поэтому прогулка состоится сегодня, в пятницу. Режим заявляет, что именно в субботу-воскресенье, оказывается, вирус представляет собой опасность. Именно в субботу-воскресенье люди не должны веселиться, гулять. А в будние дни, что называется, пожалуйста, какой такой дисциплинированный коронавирус. Разве нам могут запретить гулять? Мы просто выходим вместе гулять и общаться. Давайте сделаем прогулку позитивной. Выразить себя и привлечь внимание можно по-разному. Надеть яркую, необычную одежду, пускать мыльные пузыри, играть на музыкальном инструменте, подпевать. Если вам есть что сказать, сделайте это с улыбкой. Все что угодно, кроме скуки и повседневности. Самое главное сегодня на субботаже – это хорошее настроение. Давайте троллить этот режим, давайте смеяться. Вы знаете, что прошлая суббота прошла очень весело. Особенно это было в Алматы заметно. Молодежь ходила с барабанами, пели песни, танцевали. Кричали активисты, не экстремисты. Это было просто здорово. Люди показали, что они могут объединяться, веселиться. Активисты, не экстремисты, активисты, не экстремисты. Чтобы было весело, приводите своих друзей. Залито мы организуем, соберем сторонников, и уже осенью протестная сила будет настолько масштабна, что режим больше не сможет противостоять. Нас будет все больше и больше. Находите новые способы самовыражения. Пойте, танцуйте, снимайте смешные сториз. Посмотрим, какой город будет самым ярким и красочным. Наш режим не хочет, чтобы наши граждане были счастливыми, чтобы они улыбались, чтобы они по этим бульварам не выражали чувство радости, не объединялись, не пели песни, не стучали в барабаны, как во всех нормальных развитых странах мира. Этот режим хочет, чтобы вы ходили угрюмые, сидели дома, чтобы вы мучились и не знали, где же добыть средства для того, чтобы прокормить свою семью. Нам такой режим не нужен. Чтобы у нас все получилось, давайте сделаем субботаж ярким праздником. Это шанс показать себя для модных и молодых. Цель нашего второго субботажа – привлечь как можно больше новых участников. Для этого мы устроим соревнования между городами. Мы одеваемся ярко и посмотрим, какой город будет самым пестрым сегодня. Выходите в пятницу, 19 июня, с 19 до 22 часов гулять в своем городе. Покажем, что субботаж – это весело, модно и в любой день. Субботаж – это весело, модно и в любой день. Субботаж – это весело, модно и в любой день. Субботаж – это весело, модно и в любой день. Субботаж – это весело, модно и в любой день. Субботаж – это весело, модно и в любой день.